Сегодня замечательный день. Сегодня день воскресный. День, когда мы празднуем, весь мир празднует, воскресенье Христова. Христос воскрес? Ага. И сейчас мы пели замечательную песню о том, что Христос – надежда для наших сердец. Я хочу с вами сегодня поговорить о надежде. Знаете, много лет я сюда езжу. И очень часто получалось так, что я сюда приезжал. Сначала я ехал в Тбилиси, а потом сюда. И каждый раз я замечал, что, как бы сказать, духовное состояние страны в Грузии гораздо хуже, чем здесь. Понимаете, бедность нарастала и там, и здесь одинаково. Нельзя сказать, что там было богаче или здесь было богаче. Одинаково было бедно. И становилось, экономически становилось все хуже и хуже. И разруху. И просто вот смотреть, как люди живут. Ну, просто невозможно. Беда. И это было и там, и здесь. Но там я все время ощущал какую-то, какую-то жуткую безнадежность. И я приезжал сюда и буквально воскресал. Потому что я видел, что здесь люди живут надеждой. И так было много лет. И потом я даже перестал ездить в Грузию, потому что, ну, не зачем, нет смысла. Там полная безнадежность. А вот сейчас мы с Кариной приехали сюда опять через Грузию. Вы знаете, я был потрясен. Удивительное дело. Там совершенно другое духовное состояние людей. Для нас это было шоком. Это неожиданно было совсем. Самые обычные люди. Таксист, который нас связан из аэропорта. Какие-то люди, с которыми мы встречались. У всех живые глаза. Все говорят о том, что нет, конечно, все, в общем-то, тяжело. Но что-то такое изменилось. Интересно, что люди даже не очень понимают, откуда и почему. Что произошло, почему изменилось. Дело не в политике даже. Никто там особенно не любит нового президента. Народ не понимает, что и как произошло. И когда посмотришь, вот мы сегодня по центру здесь прошлись, тоже полно новых, красивых, богатых домов. И в Тбилиси, много красивых, новых, богатых домов. Много бедных домов, которые просто вот рушатся. И в Тбилиси целые кварталы, буквально вот там, все в трещинах, вот-вот развалится. Дело в том, что они двигаются. Есть ощущение, что надежда, надежда появилась. Интересно, как это в людях проявляется. Самое существенное проявление. Ну, Грузия всегда была религиозной страной. Но такого количества людей, которые крестятся, проходя мимо церкви, я еще никогда не видел. Буквально каждый человек, независимо от возраста. Это еще ничего не значит, понимаете? Мы понимаем, что рукой сделать легко. Мы не знаем, что в их сердце. Но в воскресенье мы там были на служке. Мы посмотрели, что там две церкви рядом. Люди не помещаются в церкви. На улице стоит толпа и динамиками выносят на улицу. Как служба, зачем? Это не ХМ1, это не Сиония, это не Кафедральный собор. Это обычная церковь. Забитый народ. Мы пошли посмотреть на новый кафедральный собор, который там построен несколько лет назад. Мы начали, когда мы находимся в церкви. Мы идем, а на встречу нам идут тысячи, тысячи молодых людей, примерно, там, я не знаю, в возрасте, там, 15, 16, 17 лет. Ну, такие, как обычные, там, разрисованные, там, я не знаю, в мини-юбках девочки, в общем, такие нормальные, обычные девочки, мальчики. Мы думаем, мы решили, что они идут с какого-то рок-фестиваля. Мы решили, что они идут с этой церкви, с этого огромного собора. Потому что там была специальная служба для них, для молодых. И это, и их не загнали туда. И они сами туда приехали. Счастливые, довольные, идут от этого сословия. Их патриарх благословит. Патриарх-то ортенел дельянь цендер. Понимаете, вот что-то такое изменилось. Представить себе такое, там, я не знаю, 7 лет назад было невозможно. Что случилось? Кто это сделал? Саакашвили? Да нет, конечно. Саакашвили яркий воч. Когда человек проходит какую-то совсем яму безнадежности. Что-то происходит. Я не знаю, в человеке или Бог вмешивается. Я не знаю. Вот как в 89-м году рухнула берлинская стена. Когда никто этого не ожидал. Что-то сейчас такое происходит в Грузии. Я не думаю, что это все время будет вверх, вверх, вверх. Что будет так уж хорошо. Я не знаю, что будет. Но это есть. Надежда. Когда надежда, кажется, умирает. Бог что-то делает, она возрождается. Я хочу вам прочитать один отрывочек маленький. Из первого послания апостола Петра. Петра. Я хочу вам прочитать, что это будет. Я хочу вам прочитать. Первый глава, 3-й, а 9-й стих. 3-й, а 9-й? Продолжение следует... 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 Паскорбев теперь немного от различных искушений. И, конечно, поводов для скорби у нас тоже хватает. Но Петр говорит, поскорбев, радуйтесь. Не потому, что искушение кончится. Но потому, что есть надежда. И еще один мой друг рассказывал, как у них в церкви, после того, как были просчитаны эти слова, подошла одна женщина и спросила. Там вот говорилось, поскорбев немного. Немного это сколько? И мы говорим, что из Мегападмир, мы с вами говорим, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим. Немного, это сколько еще? Еще сколько? Вот. Но Петр говорит, что сколько бы ни было, это все равно немного. Потому что те скорби, которые взял на себя Иисус Христос, то страдания, которые он взял на себя, оно гораздо больше всякого страдания, которое испытываем мы. По сравнению с его страданием, наше страдание немного. Но он, даже после такого страдания, воскрес из мертвых и стал нашей надеждой. И еще один отрывочек я хочу с вами поговорить. Это послание к Кремленам. Пятая глава. Ингер Оргилух. С первого, по пятый стих. С первого, по пятый стих. Что? Пятый стих. Пятый стих. И этот с был траком, который не говорит, что он не получил. Христос совершил совершенно невероятное. Он стал нашим примирением с Богом. Мы, будучи грешники, примирены Христом с Богом, который свят и который не имеет ничего общего с грехом. И благодаря Христу мы получили доступ к Его благодати, Благодати Божьей. И надеюсь на Бога и на Его благодати. Мы ждем полного жизни, жизни будущего века. Слава Божьей. Мы спасаем и спасаем их детей, лихотворение, лыручание, их хавитинакам паха. Вот что приготовил для нас Бог. И укреплять в сердце свою надежду на это нам не совершенно необходимо. И укреплять в сердце свою надежду на это нам не нужно. Но Павел пишет. Но я не знаю, что мы не только нашим будущим славам. Какой стихи? Ну, третий стих. Третий. Павел пишет. Павел пишет. А то, чем мы гордимся. И Павел объясняет, почему. Потому что мы знаем, что от скорби происходит терпение. А терпение, опытность. И от опытности, надежда. И последние слова его. А надежда никогда не пастыжает. Надежда никогда не подведет. И от опытности, надежда никогда не подведет. Да, да, то же самое. Параллелизм. Потому что... Потому что... Дух Святой в наши сердца вкладывает любовь в Божью. Бог, который есть любовь, Он и есть вечная жизнь. Дух Святой вкладывает эту жизнь в наши сердца. И поэтому надежда обязательно оправдается. Поэтому мы можем быть не просто... Ой, я не знаю, я надеюсь, или я уже не надеюсь. Мы надеемся. Потому что мы надеемся на того, кто верен. Бог никогда никого не обманывал. В нем нет тьмы. В нем нет тьмы. В нем нет лжи. И поэтому всякое его обещание исполнится. И это и есть наша надежда. Аминь.